здравствуйте друзья мы с вами ведем репортаж из солнечного санта круз тут довольно прохладно вот но такой день значит у нас гости гости представляются слева направо ну и лево у нас наверное с моей стороны сергей кристина сергей и кристина значит друзья чтобы не томить вас я сразу скажу что оба выиграли независимо друг от друга green card и есть такой все право они вообще друг друга не знают это не выглядит так как будто жена тоже но на самом деле это не так вот значит вообще обычно видно что люди давно женаты когда не ругаться начинают я уже кое-что про них знаю ну давайте мы попросим чтобы они сами может быть рассказали значит пару слов кристин вы скажите откуда чем занимались и как вы вообще дожили до такого чтобы в green card лотереи выигрывать ну я жива в казахстане в алмате занималась как семейным бизнесом работа с запчастями нам на автомашины и получилось так что мы сидели с братом пересматривали youtube и тут наткнулись на видео портного именно в тот период когда проходил розыгрыш green card принимать заполнение заявки мы что-то посидели посмотрели посмотрели и решили а почему бы и нет заполнили первый год прокол на второй год у нас уже вышло то есть я выиграла а у вас не было такого что вы заполнили заявки и думали ну все же там green card в кармане сейчас надо там вещи собирать нет я вообще не думала о нет то есть я дальше же запомнила да запомнила жила своей жизнью ну мне в мае напомнили что надо проверить ну в мае не получилось проверить проверили в июле то есть не получилось на следующий год мне говорят давай заполнять брат говорит да то есть он загорелся уже этим я ну ладно ну не получилось два еще раз за вам за компанию и получается заполняем и тут он давай давай проверять давай проверять проверяем я выигрываю он нет ничего трагедии в принципе никуда не собиралась у меня там собой кроме вас и брата еще есть детки нет как бы родители у меня нету у меня только тети большом количестве вас вырастили не родные нет меня вырастили не родители меня вырастили тети и вот получается брат он двоюродный я понял хорошо но вы как бы близкие с ним да то есть вот так да ну как бы мы с детства вместе поэтому как родной ну хорошо что это значит что вы в семейном бизнесе запчастями занимаетесь вот что вы должны были делать при этом продавать запчасти раскладывать знать эти все запчасти то есть заполнять таблицы прайсы общаться с китайцами запчасти брали у китайцев да естественно подойти а для каких автомобилей немцы японцы то есть китайцы делают запчасти для европейских машин да абсолютно на все но приличные запчасти есть приличные есть такого среднего качества но все хотят самое дешевое как обычно все таки вот так да даже на машину да они получше 50 раз поменяют вот эту дешевую запчасть чем купят один раз хороших быть в америке я бы не сказал что так люди смотрят даже вот у нас так они не понимают что лучше купить хорошие запчасти и и поставить она подольше послужит несколько раз поменять эту дешевую которая в конечном итоге выйдет дороже слушайте а вот расскажите мне пожалуйста с вашей стороны как бы с казахстанской стороны вот то что сейчас происходит с рублем например в российской федерации последние пару лет с украинскими событиями у нас тоже самое происходит с казахстанской тенге то есть у нас был курс 180 когда было 37 да в россии когда было 37 у них 70 у нас 340 относительно рубля ваша теньга не изменилась относительно рубля нет а вот был период времени когда все поехали в россию там покупать дорогие вещи машины и да у нас этот бум был то есть у нас практически все у кого были деньги на тот момент они все поехали в россии покупать машины квартире больше нет такого сейчас уже нету хотя сейчас наоборот машины где стали еще дешевле чем до этого народ в целом жизнерадостные в казахстане или как бы депрессивные ну с точки зрения жизни условий вот настроение вообще как вы знаете все по-разному допустим в моем окружении чаще всего все на позитиве так в жизни все плохо надо лопать а вот когда в алмате например там много пьяных вот если на мальчика смотреть но таких чтобы закладывать хорошо да нет я не скажу что их много но в бары когда заходишь туда не пара так по жизни то есть больше выбор там допустим молодого человека который не пьяница задумывался хорошо не знаю даже их больше сейчас реально поколение идет которая сидит в компьютерах и обсуждает игры то есть она будет на улице свои парни да взрослые парни даже мужики бывает в реальность сидят дома за компьютерами вот вы как девушка симпатичная молодая вот вы идете по улице в машине там ну да вот видите вы по улице девушка же чувствует когда на нее там взгляды бросают да но этого очень мало здесь этого очень много здесь конечно здесь конец ну а там там этого меньше потому что каждый заняты заняты своим делом как вообще как жить-то вот идешь никто даже не смотрит допрыгались и чаще всего это произошло то есть у нас уже давно никто не знакомится на улице чаще всего кто-то в компании там общие друзья там вот так вот или в интернете а так на улице вот уже очень давно не слышал таких встретивались на улице идешь идешь по улице есть такое что сразу со всех сторон там матерно выражаются бывает слышно но я не скажу что много то есть внимание обращаешься выйдешь сидит хорошо ладно значит выиграли вы в лотере а вы наш канал смотрели только вот тогда когда заявки принимали или вы с этого момента с этого момента мы начали все смотреть но потому что очень интересно рассказывать у вас не знаю много информации не только о программировании всем остальным а у нас меньше всего о программировании тестирование всем остальном очень много о жизни очень хорошие высказывания не знаю мы влились мы изучили все видео так хорошо но подписчики или вы так просто подписчики оба с братом подписчиков обязательно так ну хорошо ладно тут есть люди которые записывают что-то за мной такое играть вот вы сказали я думаю боже неужели я мог так сказать ну где-то знаешь на ходу так плечо разудиться что-то скажешь потом думать неужели это вот я так могу да высказывали не очень много красивых ну хорошо разбирает на сетаты у вас ну да да когда из из контекста вырвано думаешь ну так же нельзя сказать это же вообще тут у меня девушка из Киева приезжала у них там курсы какие-то по тестировали и она мне подарила несколько пакетиков и на пакетике написано нормально делай нормально будет или нормально будешь что-то такое я бы это как-то не по-русски как-то звучит она где-то на какой-то конференции там кто-то кому-то сказал и она пошло в народ там или что-то такое вот да есть ораторы определенного да да ну хорошо значит и так вы насмотрелись напитались купили билет вообще мысль какая была вот вот вы никого здесь нет да вообще никого никого нет и думаю ну и куда же я теперь поеду сиротинушка такая иммиграционная да вот вы знаете переживания были когда только билет покупала ну и когда проходила интервью так все после этого как отшиба вот есть определенный план у побывать в нью-йорке а план был побывать в нью-йорке пожить в майами что не получилось так как работа это туристическая наша у вас были такие туристические планы не в нью-йорк посмотреть потому что как бы я не хотела так в таком большом мегаполисе жить посмотрел нью-йорк посмотреть майами или может задержаться майами я хотела задержаться подучить язык ну потому что там все равно дешевле если выбирать сан-франциско или майами в майами дешевле жизнь да я хотела там пожить выучить побольше язык но у меня этого не получилось так как работы там нет то есть вы сколько а что вы делали как вы искали выходили просто вот вдоль улицы сайты изучали звонили ходили по ресторанам это человек с разрешением на работу это не да не нелегал какой-то да и то есть нету мышцы по большей части сыграло то что у меня нету языка а как совсем совсем нету ну я понимаю я говорить не могу нет но заход вот допустим вы заходите в ресторан я стою там в ресторане что вы мне сказали вот как вы спросили я ходила с теми которые по локин приехали у них язык есть они разговаривают так а вообще молчали нет я пыталась создать важный вид что да да мне надо пыталась ему полетнему были одеты или вот как сейчас так все закрыто ладно так не показала казахстанский рынок труда во всей красе значит короче поняли вы что в майами это как-то без мазы вот и рванули сюда да потому что я уже позвонила как будучи в майами позвонила по поводу присмотра за бабушкой сюда да то есть женщине позвонила она сказала типа будете в майами потому что в сан-франциско когда прилетите я вам еще позвоню потому что бабушка еще до сих пор в больнице и типа когда она выпишется уже то есть вы фактически уже почти договорились на бабушку да работать с бабушкой если такой вид работы где мало подхватишь английского если да и поэтому я сейчас тоже в поиске так как бабушка там вообще русскоговорящий она по-английски вообще естественно слушайте а почему это был сан-франциско они допустим вот туда в сторону кремниевой долины там или что-то вот туда даже не знаю куда занесу а потом уже на месте определиться куда ехать я все-таки хотел понять насколько вы по-английски не говорите то есть совсем совсем по нулю ну что-то я могу сказать но не допустим там я голоден или меня зовут как вас зовут но в мае как бегле а еще знаете скажите хай все она с таким хай скажет и как не пойдут очередь думают что уже по-английски говорит только скажет хай и они уже вообще ни стыда ни совести прям налетят нет в майами со мной больше по-испански пытались разговаривать может из-за того что у меня внешность совсем не белого человека я извиняюсь а какого не знаю все пытались со мной по-испански поговорить ну а будем такого то есть вы как бы сходили за латинскую девушку как интересно ну пойти а в казахстане модно вот так золотую фиксу куда-нибудь нет сейчас нет такого о раньше было без золотой фиксы вообще бабушки с дедушками до сих пор ходят у тех у кого это было модно они так и остались приверживаться без своей моды ну хорошо ладно а то бывает весь рот золотой когда деньги есть да 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 есть и такие сейчас есть да но хорошо хорошо значит что же то есть мы пока можешь сказать начинаете жизненный путь а вы думали чё тестером стать или так были мы хотела очень войти войти в систему ну давай начать из английский быстренько быстренько раз 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 и сделаем из вас этого тестера у нас был один студент я как-то знаете я на любитом чуть напевать там насвистывать такую как мелодия там при цепи и баракая частушка веселая знать там была я белла швейка и шила гладью там потом пошла в театр и стала актрисой и он значит ну не важно короче и да я что там была я белла швейка итог я затянул я вдруг где-то выныривает из-под руки у меня а стала тестер вариант ну да да чё же там хорошо так так давайте мы на сергея перед передвигаемся значит да я хочу сказать что они встретились там пару дней назад в хостеле да да все правда в хостеле в которой значит там все забронировали из майами туда не встречаются в хостеле теперь нас история о том как в хостеле оказался сергей это интересно давайте с самого начала начинаете вы сказать откуда чего я из города николаев украина и я поехал в долину потому что я программист и по программе вы как попали как случилось с вами это все как случилось мысли поиграть в общем-то в лотерею она у меня пришла извне мне рассказали ребята которых я встретил в городе минске когда там находился то есть вы здравый путешествовать там возникала я в общем не люблю путешествовать так как в минске как в минске отлично там замечательные люди девчонки необычные замечательные девушки так красивые старые голубоглазые у них там сынявокая вроде беларусь о как сказал словечко так как сказал все правда все все там здорово блокит науки но то якшо украинскую да вот и значится познакомился я там волею судьбы совершенно случайно с ребятами которые они были oracle dbis и вот они говорят что мы уже третий год подряд играем green card лотерею в этом году уже мол прошло а это был кажется март месяц до конец марта четырнадцатый год и вот говорят мол ну ты что ли тоже поиграй не знаю как наступит время но вот время наступило я себе на ус намотал календарик записал вы были программистом вы не знали что есть лотерея ну почему же я знал но как-то не не думал о том что мне стоит ехать на самом деле ну все сложилось у меня довольно неплохо и дома и на тот момент был были отношения с америкой следующий но я работаю на этот рынок мне приходит денежка все здорово замечательно у меня все устраивало тем более можно было путешествовать можно было вести такую жизнь в общем-то котевника то есть вы получали в долларах да конечно ну должен сказать просто на тот момент у меня же был свой бизнес то есть вы программист но не такой который по найму а еще какой то ну пожалуй да так хорошо в общем получилось что они мне рассказали потом просто пришло время и совершенно случайно я не планировал я тоже оказался в минске в октябре месяце и там подавал уже документы и вот каким таким чудесным образом совершенно с первого раза так выиграл ну хорошо в минске они что там пьют беленькую виски что у них есть оливария это кажется пиво местное у них есть беленькая да такое тоже есть но ним они много чего пьют то есть не то что извращение какие-то текилу там ну это ж кто как понял так и вы там с ними под беленькую значит заполнили заявочку без беленькой на самом деле но все же хорошо заполнил заявку и поехал в николаев или там куда на филиппины куда вы на тот момент я поехал в николаев потом мы уехали с моим другом и бизнес-партнером в таиланд его побыли там некоторое время и потом я вернулся и не так уж много времени прошло проверил и оказалось футбол а учетом стрелать нормально там как-то в таиланде тепло в таиланде очень недорого и совершенно интересно народ нормально и народ нормальный мы попали в очень интересное место мы попали на остров фукет как раз где-то в начале декабря месяца это это хай сизом то есть там много народу там движение познакомились с парнем который вот они получаются этнические немцы родились в казахстане поехали сначала в москву потом граждан в итоге и вот он живет уже девять лет на сегодняшний день наверно уже 10 в тайланде да ему очень нравится лайфстайл таиланда и человек делает сайт посвященный пляжам и островам я не помогал немецкий он думает на немецком языке по-русски он уже так это мы его разговорили вот но ты не поскольку он путешественник он началом по-английски хорошо говорить ездили с ним по островам с дроном снимали панорамы было даже такое за счет этого жили нормальной жизнью и вот теперь значит приехали сюда а по бизнес-партнер че теперь будет делать бизнес партнер у него есть виза туристическая сюда он до меня сюда приезжал где-то за месяца два до того как я должен был приехать на месяц погостил мы побывал тоже нью-йорк тот же майами в калифорнии побывал то есть одобрил одобрил да так что все нормально но хорошо значит так чё же вы делать ты чё собираетесь вот вы приехали поселились в госпеле я понял получилось так что допустим для остальной америки моя специальность очень-очень годится я эксперт в разработке есть такая 7 с ворд пресс называется к девушке уже давно могут рассказывать да вот и я эксперт в этом вопросе именно в девелопменте что связано с ним хорошо но новая вещь прелесть в том что здесь все хотят быть более инновационными дело в том что довольно старая вещь и поэтому не так много вакансий по ним и для меня это было открытием но может быть не очень приятным но с другой стороны я давно хотел немного поменять специальность и начал заниматься больше фронт-эндом full stack javascript фронт-энд javascript налег на react.js это сейчас очень модный и на сегодняшний день нашел работу в общем-то контракт мы пока пробуем вместе то есть у нас есть первый проект он такой проверочный чтобы друг на друга посмотреть работаем через опворк то есть но это я пожелал они согласились то есть нет проблемы и параллельно поскольку на сегодняшний день нужно экономить я управляющий в хостеле вот в том самом где мы познакомились управляющий да то есть вы как бы сказать такой property management можно так сказать к нам заезжают люди я их там встречаю когда это вам за это скидку дают или да конечно то есть это достаточно большой дискаунт просто тех нас регулярно смотрят может быть помнят как у нас были ребята на канале которые создавали вот эти хостелы где у них там программисты живут там по интересам там и так далее и вот оказывается знакомые ведь как тесен мир забавно что мы познакомились до моего отлета буквально совсем совсем я поехал во львов хотелось там отдохнуть повидать друзей и совершенно случайно через знакомого встретил вот парня одного из хостела который меня но он по сути мы поговорили я понял что мне все-таки в калифорнию лучше ли вам до того был план лететь в нью-йорк я в нью-йорке побывал и в общем-то не жалею что я здесь здесь гораздо больше нравится слушайте с точки зрения вот как бы сказать девчонки короче во львове и допустим в николаеве отличаются отличаются а николаев это город невест у нас у нас очень красивые девушки так в общем я не хочу убедить и львов там тоже все порядке но нет то есть вам свои ближе свои ближе безусловно я понял ну в общем то и на сегодняшний день я не а почему кого стоит ну я вообще-то не один но есть но не один где 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 парня ваша пока дома но я позабочусь да я позабочусь о том чтобы они были рядом а ты довольно сложный их двое это она ее малыш понял хорошо но это надо конечно сообразить как лучше сделать то что а мне расписано еще да нет ой ну ну решать все решается решается когда денежку зарабатываешь так вообще святое дело вроде как на а визу у нее есть там нет нет визу нет мы думаем об этом думаем сначала чтобы она съездила там по туризму по туристическим посмотрела что как слушайте а вот в украине там есть какое-то ожидание что вот 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 и будет свободный въезд в шенгей ну это зависит это зависит от того что это за человек скажем те кто очень оптимистично смотрят именно в эту сторону для тех тех же есть ожидания те кто скептик да но у тех его нет то симпофей не вот допустим вот завтра может со своим паспортом на три месяца ехать в европу без визы дело в том что многие очень держатся как бы за свой дом за свое место и к сожалению настолько невелики зарплаты в украине что как-то люди даже и не рассматривают что вот я поеду куда-то там потрачу эти деньги самое потому что несоизмеримые просто цены то есть тоже вот сел на машину и поехал не получал разумеется есть куча народу для кого это не проблема этого во львове народ во львове народ оценит да да понятно какие времена наступают чё же хорошо ладно а в целом вот украина там ощущается какой-то вектор сдвигов куда-то в позитивную сторону или просто вот текущий так и заедает что этого не чувствуется или вообще нет никакого сдвига вы знаете все одновременно происходит так украина такое место где все происходит по множеству сценарий одновременно то есть с одной стороны какой-то актив наметился вот людей которые занимаются волонтерством абсолютно искренне за свои деньги для себе ущерб даже но есть люди которые там добровольцы которые на фронте есть люди которым все равно да есть скажем власть к сожалению абсолютно такая же то есть магическим образом все кто приходит и садится в кресло президента превращаются в януковичей но тем не менее лично у меня оптимистичный взгляд на то что может там у меня на самом деле такое впечатление если кота разница между нынешними и януковичем все таки у меня было ощущение такое что янукович сам уже не уйдет никогда то есть не будет никаких выборов даже если там 70 процентов против проголосует не будет таких выборов которые засчитают чтобы ему уйти то есть все шло к тому чтобы вы знаете вы правы это очень было похоже на то что есть в наших соседей да слава богу этого сейчас нет да поэтому я я при всем я не знаю там экономических таких дел я не знаю почему так происходит а не иначе но во всяком случае у меня порошенко вызывает симпатию как-то в человеческом плане я смотрю он он мне симпатичен я не знаю конечно такая система что кого не поставь там на должность ему взятку несут это кто должен быть то чтобы взятки не брать увы и у нас к сожалению там олигархат давайте заменим все почти среднего и уберем олигархов что будет вот в том-то и дело что по новой а что будет если взятки дают вот как бы хороший вопрос но скажем есть определенный актив который уже совсем по другому ну то есть эти люди у них есть шанс что-то изменить за счет своего ощущения молодежь такая слушайте а вот это не все молодые есть и в общем-то люди взрослые а вот эта хохмачка с наймом новой милиции в киеве вот старую сейчас новая милиция есть уже везде хорошо новая милиция она она таки то новая конечно мысли что она по-другому скажем взятки не берет или чего-то да 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 это так я лично знаю несколько человек по родному городу и действительно это все немножко иначе они хотят они стараются там есть тоже свои но своя подноготная свои скандалы интриги и есть конечно люди которые пришли туда повторно грубо говоря и партируют милиции старой милиции новую но в целом они полны энтузиазма и если говорить так то больше им денежку платят это тоже для многих особенно важно для молодых это очень важно пушки такой вопрос я вот слышал от людей например которые из львова потом из киева тоже сама мне говорили что вот сейчас очень много открывается в разных городах украины отделение российских компаний которые то ли они ждут там каких-то европейских там чего-то законов чистоты там прозрачности там и так далее то ли еще что-то ждут как-то это массовый такой процесс вы такое видите вот по правде говоря мне сложно сказать но да я ездил очень много в этот период но я подозреваю что российский капитал он как был так и есть в украине конечно и в этом плане такая очень жесткая связь двух стран если это будет рваться то это будет рваться по живому единственное чего я заметил это то что например сбербанка россии вы сняли поменяли вывеску сняли слова россии оставили только сбербанк ну вот и все собственно ну хорошо но просто я чего думаю что если допустим может оказаться что при свободном въезде в евросоюз например может оказаться что украинский паспорт какой-то там дополнительной ценностями как бы желанная вещь что может вполне возможно вполне возможно я этого не отрицаю так может случиться как молдавии румынский давно хотя они уже все уже и остальные могут это распространенная практика ну чё же хорошо так значит ваша перспектива понятная значит привести остатки семьи довести но девушка то вас дождется там конечно ну хорошо а то скажет уехал бросил маска так ладно а вы тогда учите у нас язык и живете пока в хостеле а почему в хостеле обходится 37 сутки 37 что такая цена то странно это же как как же так это ведь еще и число то простое вы знаете это простенькое такое число ни на что не делится кроме себя единицы 37 я знаю как это получилось это было 111 его разделили на три единицы такое там допустим до три дня стоишь на 111 поставить три палочки получилось 111 подога сколько в день разделили на 3 получилось 37 там как раз три кровати в комнате горизонтальные на второй этаж идут тоже нет все горизонтальные а там что мальчики девочки или там все-таки девчачья комната но у меня и девчачья комната одного жильца нет откуда девки-то она соседка из калифорнии тоже только с другого города я так и не знаю откуда она путешествует у нее работа она говорит что она не сидит на месте как вы с ней по-английски говорите ну пытаясь она мне рассказывает я не понимаю а вот что-то ей рассказать мне приходится уже переводчик не не надо вы прям так оставьте все инструменты вот и так делали руками можете же жестами да ну чё бла-бла-бла у нас был знакомый один и он с новым русским тут приехал человек из россии по-английски вообще ни слова но деньги и они решили вместе сделать магазин ну сделали магазин но тот который американский у него другие дела но он так все все документации на нем и тогда это присматривает течение дня в этом девчонки мексиканки работают вот на счет он ходит по магазину ну а девки ну там болтают вот и он ночь подходит и гид анита розита бла-бла-бла ноу гуд это начало да а там другой случай был что американский партнер что он потом приходит а значит к открытию там а девочки стоят и угота чего так рано это вот как нам там алекс сказал прийти на чек 8 а надо было девяти значит ну и он потом алекс появляется он агит алекс ну-ка расскажи говорит как по-английски 8 будет 9 или там наоборот как по-английски 9 вот так нормально ну чё же хорошо у вас все такой удачный день сегодня пасмурно не жарко что обычно обычно тут жарко после дали сити здесь тепло здесь рай на земле правда вот на самом деле тут же сами ведь океан буквально через час час езды вдоль океана будет дали сити слушайте вы как приехали сюда автомобиль ну да по какой дороге ехали через горы через горы по 17-му да так было интересно слушать я вам скажу как обратно ехать как же езжайте по первому это отсюда я вам покажу совсем рядом первый и вы прямо вдоль океана приедете в свой дали сити прям пакет через вдоль океана будет а вот это интересно мимо в мимо всех пляжей мимо ну единственное темно будет конечно может уже не та радость но прямо прям прям прямая дорога идет там пробок нет там все это здорово но через горы мы тоже поехали я сижу как нам это про же горы красота ну что ладно давайте мы тогда вот что сделаем мы ребятам которые нас смотрят значит мы им всем пожелаем успехов да чтоб нормально было как-то нормальным нормально делай нормально нормально будет вот и пусть тоже на наш канал захаживают уже начал смотреть наш канал до уже деваться некуда приедете сюда будете у нас сниматься да да надо какие-то стишки там сочинить типа там чего-то там жизнь достала это там от вашего канала ну ладно придумаем хорошо все домашним сделаем привет спасибо ребята спасибо 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 спасибо